Здравствуйте! На связи Татьяна Чиронова. Я продолжаю серию видео уроков о платформе для создания интернет-магазинов tatet.net. В этом видео уроке я расскажу вам, как добавить товар и как пользоваться прайс-листом, который автоматически генерирует платформа tatet.net. Итак, переходим в свою админ-панель и нажимаем «Добавить товар». Пишем название. Переходим во вкладку «Цены учет» и пишем основную цену, по которой мы хотим продавать этот товар. Цены будут отображаться в той валюте, которая задана у вас была, когда вы создавали интернет-магазин. У меня все цены идут в рублях, так как я создавала магазин для России. Старую цену напишем, например, побольше ее. И оптовую цену можете писать, можете не писать. Писать нужно в том случае, если вы собираетесь продавать этот товар оптом. Дальше идет раздел «Наличие». Есть в наличии, нет в наличии. Ожидается снять с производства. Подзаказ. Заканчивается. Или уточните наличие. Я поставлю «Заканчивается». И код товара. Код товара обязательно вносите, чтобы не было ошибок при заказе, чтобы клиент называл точный код товара, и вы ему отправляли тот товар, который он выбрал. И чтобы не было путаницы. Нажимаем «Сохранить». Выбираем категорию. Домашняя обувь. Здесь можно выбрать и несколько категорий. Нажимаем на зеленую кнопочку «Сохранить». Нам пишут, что позиция успешно сохранена. Здесь же можно будет добавить акционный товар. Но об этом я буду рассказывать в следующем видео уроке. Нажимаем «Описание». И пишем «Полное описание». Я выберу скаловочек 4. И «Краткое описание». Сохраняем. И нажимаем «Галерея» для того, чтобы добавить изображение. Жмем «Добавить изображение». Загрузить файл. Выбираем фотографию товара. Жмем «Открыть». Пишем обязательно название. Так как изображения попадают в поисковую выдачу в «Яндекс» и в «Гугл». И по этой картинке потенциальный покупатель может перейти на ваш интернет-магазин. Здесь пишем «Описание». Здесь добавляем теги. И жмем «Сохранить». Добавить в «Галерею» можно несколько изображений. Но так как у меня одно, я оставляю одно изображение. Здесь можно подредактировать, удалить. И еще тут есть функция «Добавление видеоролика с видеохостинга YouTube». И если у вас есть рекламный ролик об этом товаре, то это просто здорово. Тогда идем на видеохостинг YouTube. Копируем ссылочку. Вставляем в это поле. Сохраняем. И вот у меня добавился ролик. Это, конечно, ролик не про товар, а про то, как создать интернет-магазин бесплатно на платформе ТАТЭТ. И нажимаем на раздел «Характеристики». Здесь у нас основная характеристика «Домашняя обувь». Мы можем нажать «Выбрать значение из справочника». Добавить, например, «Теплая обувь». Подробнее о параметрах и группах вы сможете почитать, нажав на вот эту вот кнопочку. А мы с вами продолжим добавлять товар в интернет-магазин. Теперь нажимаем вкладочку «Селу». И тут видим, что «Человекопонятный URL» у нас уже добавлен. «Домашние туфли» написано на латинице. Про остальные параметры я рассказывала в предыдущем видеоуроке, который называется «Добавление категорий». Вы сможете посмотреть и применить эти знания к добавленному товару. В разделе «Разное». Мы можем выбрать, в каких блоках мы будем показывать этот товар. «Новинка», «Рекомендуемый» или «Специальное предложение». Об этом я тоже буду рассказывать в следующем видеоуроке. В разделе «Менеджер» мы можем сменить менеджера. «Добавлять менеджеров» мы можем в разделе «Настройки управления доступом». «Менеджеры». Переходим в раздел «Добавляем менеджера» и пишем его характеристики. Этот товар мы можем показывать в наших статьях. Для этого нужно нажать «Выбрать статью» и выбрать соответствующую статью, добавить туда ссылку на этот товар. Статьи добавляются в разделе «Контент» в подразделе «Статьи». Дальше мы можем добавить сопутствующие товары, о которых я тоже буду рассказывать в следующем видеоуроке. А сейчас мы сохраняем этот товар. Позиция наша сохранена успешно. И переходим на сайт, чтобы посмотреть, как все это у нас выглядит. Вот у нас здесь образовалось что-то типа слайдера. Называется этот блок «Последние добавленные товары». Но слайдер этот сам не двигается. Нужно нажимать на стрелочки и смотреть его. В следующем уроке я покажу вам, как создать нормальный полноценный слайдер с нужными вам ссылками. Помимо того, что эти товары у нас расположены в блоке «Последние добавленные», они еще есть у нас в категории «Женская обувь». Нажимаем «Женская обувь». И видим тут два подраздела «Батильон» и «Домашняя обувь». Жмем «Домашняя обувь», так как мы добавляем домашние туфли. Вот наши домашние туфли. Нажимаем на них. И тут уже наше изображение отображается вместе с «Ватермарк». Вот это логотип магазина. Его, конечно, можно сделать поменьше и побледнее. Но я сделала, чтобы показать его в видеоуроке, поэтому особо бледно его не делала. Как добавить этот «Ватермарк» я рассказываю во втором видеоуроке, когда мы производим настройки интернет-магазина на платформе «Татет». Итак, я показала вам, как добавить товарную позицию. А сейчас я вам покажу очень удобную функцию на платформе «Татет». Это «Прайс-лист». Дело в том, что платформа «Татет» автоматически генерирует «Прайс-лист». И туда уже добавлены все наши три позиции. Сейчас я покажу вам, где это можно посмотреть. Нажимаем «Каталог», «Экспорт». И вот тут написаны все наши характеристики и добавленные товары. Нажимаем «Отметить всё». Включить верхние уровни категории, если они у вас будут добавлены. И нажимаем «Скачать». Выбираем папку, в которую будем скачивать наш прайс-лист. И сохраняем. Наш прайс-лист скачался. Открываем его. И видим все наши товары, которые мы добавляли в интернет-магазин. Здесь написано ID каждого товара, категория, артикул, название, цена и ссылка на изображение товара. Давайте сделаем с вами вот что. Мы поменяем цену и закачаем обратно на сайт. Вот смотрите, тут ботильоны стоят 1500, домашние туфли 800 и тапки стоят 500. Давайте снизим все эти цены на 100 рублей. Сохраняем, закрываем. Заходим в админ панель, каталог, импорт. Жмём «Загрузить файл». Выделяем наш прайс-лист. Открываем. Ждём, пока он загрузится. Прайс-лист загрузился. Сохраняем загруженный нами прайс-лист. И вот нам здесь дают отчёт, что у нас обновлено товарных позиций 3. Переходим на сайт и видим, что все цены у нас снизились на 100 рублей. То есть в этом прайс-листе мы можем регулировать цены, загружать обратно в свой интернет-магазин. И цены автоматически у нас будут меняться. Нам не надо ходить по позициям, а со временем их может быть у нас очень много. И менять везде цены. Достаточно поменять в прайс-листе и загрузить обратно в интернет-магазин. Итак, в этом видеоуроке я показала вам, как добавить товар в наш интернет-магазин. И как можно регулировать цены на основе прайс-листа. В следующем видеоуроке я покажу вам, как создать слайдер с любой нужной нам ссылкой. То есть ссылка может быть на статью, на акцию, на категорию, на товар и так далее. Я покажу вам, как добавить на страницу товара сопутствующий товар. Покажу вам, как создать акцию в интернет-магазине. А сейчас я с вами прощаюсь. Желаю вам всего доброго. Если вы хотите посмотреть все предыдущие видеоуроки, то нажимайте сейчас на окошечко в середине экрана, и вы сможете посмотреть, как зарегистрироваться на платформе ТАТЭД и получить промокод для того, чтобы пользоваться интернет-магазином бесплатно в течение 4 месяцев. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в следующих видеоуроках. Продолжение следует...